Инцидент с EZTM-еды не отразится на планах выступления BMW на российском этапе серии DTM, стартующем 28 августа, сообщил представитель отдела спортивных связей немецкой компании Jörg Katmeier, Jörg Katmeier. Во вторник на российской границе в Псковской области таможенники нашли более 800 килограммов овощей и фруктов в партии профессионального оборудования для спортсменов-автогонщиков. Как сообщило местное управление Россельхознадзора накануне, разрешительных сертификатов на продукты, которых насчитывалось 37 типов, не было. Еда предназначалась для личных целей спортсменов. Овощи и фрукты изъяли и уничтожили. До этого ведомство сообщило, что на том же посту в машине из Нидерландов, которая также везла в Москву оборудование для гонок, нашли свыше 790 килограммов мяса, сыра и морепродуктов без документов. Эту партию работники ведомства также уничтожили прямо на границе. Действительно, кейтеринговую компанию, которая обслуживает нашу команду, остановили на российской границе. Там возникли некоторые вопросы по документации, в частности, по перевозке еды через границу. Официальные лица изъяли некоторое количество еды у кейтеринговой компании, и наша команда уже продолжила путь на гонку, сказал Катмайер агентству AirSport. Российский этап кузовной гоночной серии DTM пройдет с 28 по 30 августа на трассе Москау-Рейсуэ в Волоколамском районе Подмосковья. Он станет шестым в календаре чемпионата. В позапрошлом сезоне DTM впервые приехала в Россию, а в 2014 году российский этап стал самым посещаемым в сезоне среди ненемецких уикендов сезона. Думаю, что команда потеряла какие-то деньги из-за этого, но это не принципиально сейчас. Главное, что сейчас все хорошо, кейтеринговая компания сейчас находится уже на месте проведения соревнований, и мы будем выступать в этот уикенд. «Больше никаких проблем», — добавил представитель BMW. Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер, так называемая продовольственная эмбарго. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом. Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин